Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своём канале! Я записываю перед открытым окном, и, возможно, вы будете слышать моих соседей. Но я умышленно решила не закрывать окно, потому что сейчас, как никогда, приятно слышать человеческую речь, тем более приятно слышать некий живой разговор со смехом и так далее. Приветствую всех, кто в карантине, как говорится, от карантинщика к карантинщикам. Большой-большой привет! Сегодня я вам расскажу, где же можно расслабиться, где можно порядочек навести. И вообще, я думаю, что минимализму пришёл большой, к сожалению, для меня конец. Не знаю, как вести тот канал, который я запустила. Это видео выйдет на основном канале, потому что минимализм – это, конечно же, о непотреблении. И, к сожалению, сейчас для многих из нас действительно будет недопокупок. Но пока мы все находимся в карантине, мы можем неплохо расслабиться, а дальше посмотрим, будет ли востребован минимализм в нашей с вами жизни. Итак, расслабиться. Первое, где я очень-очень призываю вас расслабиться, это, конечно же, лекарственные, ну, аптечка, на самом деле, лекарственная коробка у меня есть, лекарственные средства, которые мы храним. И могу сказать, что даже если вы, так же, как и я, не очень много и не очень часто покупаете лекарства, могу сказать, что там постоянно что-то просроченное можно найти. Вот там действительно нужен глаз да глаз, чтобы прежде всего, когда тебе нужен самый обычный парацетамол для ребёнка, можно было его быстро из этой коробки. У меня коробка, возможно, у вас какой-то шкафчик выудить. Поэтому медикаменты... Прямо-таки мои соседи становятся очень громкими, правда? Поэтому медикаменты это то, что стоит совершенно точно расхламить. Также то, что можно расхламить, это пуговицы. Если у вас есть пуговицы запасные... Кстати, могу сказать, что я несколько пожалела о том, что пуговицы расхламилась. Сейчас мои дети вот прямо-таки лепят и строят и творят различные поделки, и пуговицы были бы кстати. Но я всегда говорю, на одной чаше весов вот это гипотетическое, мне это может понадобиться. В итоге я нахожусь в ситуации, когда пуговиточки, которые я выбросила, мне могли бы сейчас пригодиться, дети бы мои креяли и мастерили. Но могу сказать, что я совершенно не пожалела о том, что от этих пуговиц лишних избавилась, потому что они бы лежали у меня, наверное, какие-нибудь хорошие 4 года, вот до сегодняшнего момента, когда они мне понадобились. Поэтому, дорогие хозяйки, пуговицы это то, на что стоит обратить внимание. Возможно, они никогда вам не понадобятся. А если это пуговицы, примерно самые обычные, скажем так, формы, цветы и так далее, которые вы в любой момент, прямо-таки за копейки можете купить по надобности в любом магазине, все для кройки и шитья, возможно, от тех пуговиц, которые сейчас у вас лежат в коробке, стоит избавиться. Своя одежда. Кто помнит, откуда у меня такой замечательный бомбер, тот большой молодец, и тот, скорее всего, мой давний зритель. Да, одежда это то, что стоит расслаблять. И, возможно, одежда не только своя, ведь очень многие смотрят мои видео и расслабляются вместе со мной, и примеряют вместе со мной, не обязательно избавляются от какой-то одежды. Нужно просто представлять, что у тебя есть и с чем это носить. Но, возможно, стоит расслабить своего супруга, своего бойфренда, и также своих детей. Нужно, я считаю, как раз-таки вот в такой период, когда очень много свободного времени, очень часто как раз-таки вот эта одежда в излишнем количестве, это то, что заставляет нас почувствовать некую вину за излишне купленное, а также за излишне потраченные деньги. Это то, на что стоит обратить свой взор. И я, на самом деле, сейчас расслабляю всех членов своей семьи, в том числе и себя. Скоро покажу опять видео про расслабление своей одежды и своих вещей. Могу сказать, что я пересмотрела, полностью перебрала основы детских гардероб. У меня у младших детей, прежде всего, очень много одежды. Могу сказать, что мои дети выносили огромное количество одежды за месяц карантина, потому что они постоянно дома и постоянно ползают на коленях, как никогда, как никогда много часов, наверное, проводят на коленях. И прямо-таки дырки, дырки, дырки. В итоге всю одежду пришлось отследить, потому что она постоянно попадает в стирку. Ты ее стираешь, сушишь, опять выкладываешь, раскладываешь по полкам, и она попадает в шкаф. Соответственно, детская одежда – это то, что поддержит расслабление. Но опять же, сходить на сторону, на сторону своей, скажем так, мужской половины – это тоже очень полезно. Этот бомбер я приобрела когда-то у своего мужа. Он мне был подарен. Этот бомбер ни разу мой муж не надел. Сказал, что, ну, уже, в общем-то, цвет не его. И вообще, как он это все купил, повторюсь, бомбер был ни разу не наден. На протяжении, наверное, пяти лет после того, как был куплен, я ему сказала, бомберы обожаю. Если подаришь мне, то мне это нужно. Поэтому, да, свою вторую половину можно неплохо расслабить. Опять же, закомпоновать, возможно, ему комплекты, если он воспользуется вашей помощью. Но и прежде всего, что называется, shop your closet, только получается shop your husband clothes. Closet – это тоже концепция, которая может понравиться просто-напросто очень-очень многим модницам. Я всем желаю скоро-скоро иметь возможность модничать, наряжаться и хорошо и классно выглядеть. Что еще? Так, своя одежда, нижнее белье. Нижнее белье, дорогие зрительницы, если вы подписаны на мой канал меньше, чем полгода, вы не знаете, что я в прошлом году оставила себе внимание один бежевый бюстгальтер. Он может быть белым, но в моем случае было более удобно бежевого цвета оставить. И один черный бюстгальтер. У меня всего два бюстгальтера, которые я, скажем так, ношу повседневно. Ну и плюс у меня остались жутко дорогие бюстгальтера от La Perla, которые, что называется, Push Up. Но у меня уже первый, стремящийся к нулевочке, размер. А те такого хорошего третьего размера, уж я не знаю, как я себе такие прикупила. И выбросить, что называется, жалко. И вот у меня еще три таких, скажем так, которые я для съемки надеваю, чтобы все думали, что у меня тут все хорошо. Но в жизни я, на самом деле, пользуюсь двумя бюстгальтерами. Могу вам сказать, что это мега-суперудобно. Я вам передать не могу, как упростилась моя жизнь, когда ты, во-первых, не стоишь и не ищешь, а потом, найдя пять штук, и такая, не знаю, что тебе надеть, бирюзовая сегодня, красненькая, черненькая, с кружевом, либо гладкая. Советую вам избавиться от всего. Оставить прямо-таки базовое, универсальное, возможно, гладкое, ну, либо кружевное, если вам очень нравится. Но по своему опту часто к переодеванию могу сказать, что вы прямо-таки база-база, это самое, что ни на есть удобное. Более того, померить нижнее белье. Я сейчас говорю о верхней части, о лифе прежде всего, потому что я тоже поняла, что найти свой размер возможно, найти свою форму тоже возможно. И начинать нужно, опять же, с того, чтобы понять хотя бы с того, что ты имеешь дома и носишь изо дня в день, а что из этого тебе максимально подходит. Избавляйтесь от всего лишнего. Я заметила, что нижнее белье – это как раз-таки тот сегмент, где прямо-таки вещи очень быстро вынашиваются, и очень быстро происходит захламление. Даже не знаю почему. Всегда мы оставляем некую хэбэшечку на критические дни, которые не жалко. Хэбэшечку, точнее, не жалко, они не критические дни. Это захламляет, захламляет, захламляет. Нижнее белье. Искренне советую всем перебрать, пересмотреть, избавиться. Носки. Я когда-то тоже рассказывала, что я решила проблему непарных носков, купив себе Егору, а также своему мужу, носки черные и носки белые. У меня больше белых носков. И могу сказать, что сейчас, даже если у меня, не знаю, не 8 носков, а 7 носков попали в стирку, не 8 из имеющихся, не знаю, 5 попали в стирку, для меня это не проблема, потому что я без проблем компоную сразу же в пары. И могу сказать, что носки – это то, что стоит перебрать. Возможно, привлечь к этому свои детей. Недавно мне дети разобрали огромное количество непарных носков. Я их посадила и сказала, ребята, ищем парные носки. Вот одному корзина, вот другому корзину. Кто больше наберет, тот большой молодец. И могу сказать, что носки – это то, что совершенно точно нужно разобрать, но то, что все время откладывается на потом. Потому что есть дела поважнее. Какая-нибудь готовка, уборка текущая. А носочки – это то, что стоит разобрать. И опять же, от себя советую, когда мы все выйдем из карантина и сможем совершать какой-то элементарный шоппинг. Благо, шоппинг носочков не стоит больших денег нам. Хотя, опять же, на самом деле, все в таком ситуации находятся. Возможно, многие слышали, мне многие задают вопрос, как решается проблема того, что люди не работают, а на какие деньги они живут. Так вот, сегодня выделилась сумма, точнее, она не была выделена. Было принято решение о том, что будет выделен большой бюджет, прежде всего, для покрытия расходов на еду. Но пока непонятно, кто будет иметь право на покрытие этих расходов. Но вот такая вот ситуация. Так, что еще? Текстиль для дома. Текстиль для дома – это то, что я постоянно, что называется, отлавливаю. Я это отлавлю. Пятна у меня здесь. Ну, все, на тряпочке. Но потом это каким-то образом попадает в стирку. С сушилки попадает снова на полки. И я вообще не могу представить себе другого решения, как прямо-таки сесть и потратить 2 часа времени и перебрать все полотенца. Те полотенца, которые чистые, нужно убирать либо отправлять в тряпочки. Те полотенца, которые нечистые, их не нужно стирать. Иначе они опять попадут в чистые. По моему опыту могу сказать, их нужно, значит, выбрасывать, каким-то образом избавляться, либо стирать в отдельной стирке, потому что иначе все это опять перемешается. И, соответственно, текстиль – это то, что стоит перебрать. Это может быть постельное белье. Это может быть текстиль на кухне. Я отловила, наконец-то, эту скатерть с пятном, застелила ее на свою разбитую панель. Я об этом рассказывала. И прямо-таки бдю, чтобы она у меня, что называется, снова в стирку не убежала, потому что там есть пятна, которые не отстирываются. И, на мой взгляд, я даже на пол ее положила, вот как она попала в стирку, на пол ее положила в постирочной, чтобы потом от нее избавиться, убрать прежде всего специальный ящик, где принимают вот такой текстиль, который потом используют, допустим, для изоляционных панелей. Но кто-то, кто решил мне помочь, отправил снова все в корзину для грязного белья. Она снова постиралась, хотя она уже была постиранная. Ну и, в общем-то, таким образом, она продолжила почти год жить, кстати, и покрывать наш стол. Так, что еще? Домашняя одежда. Пожалуйста, дорогие зрители, это же называется, я являюсь сапожником без сапог. Я, знаете, очень плохо выгляжу дома, хотя у меня есть видео о том, как стоит одеваться дома, какую одежду удобно дома носить, и при этом ты выглядишь хорошо. Я говорила, что какие-нибудь спортивные треники, наподобие тех, которые я в итоге впадаю, надеваю с пальто красным, либо белым. Очень мне нравится такой стиль. А, кстати, с пиджачком еще ношу, многие посмотрели это видео. Так вот, домашняя одежда. Да, треники какие-нибудь такие хорошие, с начесом, уютные, теплые, мягкие. Плюс белая рубашка, я советую, беру белую рубашку, конечно, самой сейчас смешно. И плюс черный джемпер хлопковый, либо шерстяной по погоде. Вот такая классная одежда, действительно удобная, не сковывает движение. Выглядишь супер, но как-то не носится мне самой. Но домашняя одежда – это то, что совершенно точно стоит перебрать. Всем всегда какие-то пятны. Но, опять же, с домашней одеждой всегда срабатывает вот такая концепция. Это лишним мне не будет. И, опять же, в особенности это знакомо, я думаю, маленьким людям. Хотя, я знаю, сейчас кто-то напишет. А я дома всегда на каблуках и в вечернем платье. Ну, либо в каком-нибудь таком просто платье. Но большинство, я думаю, зрительниц, они, в общем-то, так же, как и я, дома не на каблуках и не в платье, а, в общем-то, в одежде, которую желательно отстирать очень хорошо. Либо от нее избавиться. Поэтому, да, домашняя одежда – это то, что совершенно точно нужно пересмотреть и избавиться от того, что, в общем-то, в пятнах старенькая нас не украшает. Нас, самое главное, не радует. У меня очень много одежды, которые меня не радуют. Но она постоянно попадает, повторюсь, так же, как и текстиль, так же, как и, в общем-то, другая история с носками непарными. Постоянно попадает в стирку. И стирки на сушилку, и потом на твои полки. И, соответственно, всего этого много. Это все на тебя печально смотрит с полок. А половина из этого действительно может уйти уже в мусорный бак. Телефончик. Предлагаю расслабить всем свой телефон. Я, на самом деле, уже несколько раз упоминала о своем таком проекте для себя самой, любимой, что я почти уже два месяца, уже почти три, без Инстаграма. Однажды я решила туда не заходить. Запишу об этом отдельное видео. Я очень довольна результатами своего эксперимента для себя самой. Но телефон – это то, что совершенно точно стоит расслабить. У меня у самой очень много фотографий, которые дублируют. Ну, прям такие фотографируешь, за одну минуту делаешь 100 кадров. Кому это не знакомо? Да, всем знакомо. А потом, в общем-то, тебе лень разбирать эти фотографии и решать, какая из 100 похожих фотографий, в общем-то, на похожие другие 99, тебе действительно лучше всего и больше всего нравится. Соответственно, телефон – это то, что стоит расслабить, почистить контакты, убрать смс, какие-то уведомления, которые загружают, забирают часть памяти. Телефон – это то, что я недавно расслабила. Периодически мне приходится избавляться от WhatsApp, потому что я сейчас на все чаты подписана, на три родительских, плюс еще один, который «Дом на море». На самом деле, мне приходит такое количество сообщений, просто не хватает прямо-таки на запись 10-минутного видео. Соответственно, телефон – это то, что стоит действительно разгрузить. Но также и компьютер. Но я здесь, в общем-то, кардинально решаю свою проблему блогерскую, прежде всего. На самом деле, у меня вся память загружена прежде всего файлами, фото, файлами видео. Прямо-таки приходится садиться. И не выбирая вот эти вот трехсекундные, среди трехсекундных, девятисекундных кусочков, ну какой же оставить, решила, что я буду все удалять. Всегда будет возможность, я в это верю, отснять еще лучше, еще больше. Хотя сейчас, знаете, прямо-таки приходят сомнения. Я думаю, сейчас все минималисты задумываются о том, что, возможно, стоило запасы делать. Но, повторюсь, выйдет интересное видео, на мой взгляд, интересное. Обменяемся мнениями в комментариях на канале, который посвящен минимализму. Минимализму конец или нет? Так, что еще? Все постирать. Вот, все постирать. Я имею в виду здесь, прежде всего, рассортировать наконец-то, и действительно постирать, и просушить, и убрать то белье, которое очень часто в маленьком количестве. У меня, например, шелковые платки. Я все хотела даже видео снять про шелковые платки. У меня шелковые платки лежат в общем баке, потому что сначала они лежали на специальной панели, которая непосредственно у меня в постирочной над стиральной машиной. Потому что шелковые платки дорогие, жалко было их со всем бельем хранить, с носками детскими и так далее. Но в итоге они перекочевали в общие баки. И да, никак не хватает времени постирать вот эти три платочка, четыре ленточки, два носочка и так далее. Нужно действительно опустошить полностью баки, если у вас их несколько, либо один, если он только один. Помыть, пропылесосить все внутри и постирать наконец-то все то, что лежит иногда годами. Правда? Не будем об этом говорить. Так, что еще? Носки на пары разобрать. А, ну все, я с этого начала. Это было, видимо, самое главное для меня. Ну что ж, пройдемся по списку. Пуговицы, детская одежда, свои одежды, нижний белье, текстиль для дома, домашняя одежда, телефон, компьютер. Все постирать и носки разобрать. Все. Вот такой список минимум на ближайшие, кому как повезет. Неделю, две, три. А там посмотрим. Дорогие зрители, желаю всем хорошего настроения, бодрости, духа. Помните, что заняться чем-то созидательным, это очень-очень-очень повышает твое эмоциональное состояние в сторону действительно позитива, градуса позитива. Нам он сейчас всем необходим. Я вам его искренне желаю. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.